В этом видео нейросети для твоего телефона. Мы с вами в основном говорим о нейросетях для компьютера, но в этот раз я нашла нейросети для твоего телефона, чтобы нейросетки были всегда с тобой в кармане. Смотри видео до конца, чтобы узнать, какое из них актуально именно для тебя. А в конце видео я разыграю месячную подписку на одно из этих приложений, поэтому смотри до конца, чтобы узнать условия. Первое приложение будет для таких, как я, у которых резко возникает какая-то гениальная идея, и нужно записать. Но записывать это в ноутсы можно голову сломать, потом находить, и это все логически соединять. GitMind – приложение, которое систематически и организованно визуализирует твои идеи и мысли. Самое интересное, что мне понравилось, это то, что в GitMind есть искусственный интеллект, и оно может тебе сделать твою карту с помощью твоего общения с ней, либо запроса. И еще в нем есть чат-бот со искусственным интеллектом, который отвечает на запросы в режиме реального времени. А ответы можно потом скопировать и превратить в интеллект-карту напрямую. Следующее предложение для того, чтобы сделать свои фото немножечко интересней и добавить в них нотку жизни. В общем, MotionLip – приложение, в котором ты загружаешь свое фото, отмечаешь места, которые хочешь придать больше жизни, в какую сторону и как быстро, и вуаля, мое море уже колышется. Или машина обретает больше эффекта. Или добавлю нотку печали в мое фото, чтобы передать чувства. В общем, играйтесь, приложение бесплатное, если вы знаете, как убирать водяную марку. Ну, а если вы на меня подписаны, то точно знаете. Ну, а если у тебя от этого приложения тронуло сердечко, то ли от восторга, то ли от злости, то следующее приложение для тебя – Heart Rate. Приложение для телефона, которое поможет тебе отмерить твой пульс в любое время в любом месте с помощью твоего телефона и камеры. Просто заходишь в телефон, подкладываешь свой палец на камеру и за одну минутку ты знаешь свой пульс. А в платной версии можно даже посмотреть, что это означает и какие есть советы. Но это не самое интересное. Интересное то, какие применения нашли люди для этого приложения. К примеру, пойти на первое свидание и замерить частоту сердца. Запиши первое свидание с Джессикой. А потом проверь до десятом свидании. Ну как, пульс до сих пор скачет. Потом после спорта, просто в расслаблении, до выступления. И таким образом анализируют свое состояние в разные периоды времени. По-моему, круто! Ну правда же? Но если сердечко не успокоилось и нужно все-таки отвлечься, к примеру, сидишь такой у врача, мечтаешь, перевариваешь ситуацию, но не хочешь просто смотреть вперед, то открываешь приложение и начинаешь рисовать или водить по экрану, вырисовывая поток мыслей. В общем, не знаю как у вас, но на меня сработало. Я действительно как-то успокоилась и замедлила свой ритм. А в платной версии твое искусство можно также сохранить и поставить на обои. Ну вообще, в платной версии намного больше функций. Ну а если ты наоборот любишь скорость и конкретику без всякой там рекламы, то следующее приложение для тебя. Браузер Preplexity. Браузер, который анализирует информацию с интернет и дает тебе ответы на твои вопросы. Ответ плюс источник, с которого он отобрал, плюс подводящие другие вопросы, которые у тебя могут возникнуть. Без рекламы, без всяких разных ненужных ссылок, а только конкретика и ответы на вопросы. Также с ним можно коммуницировать и задавать вопросы. К примеру, нет, я имел в виду не вот это, дай-ка мне вот эту информацию. Или дай мне топ-10 приложений по обрабатыванию фото, которые были отмечены простыми людьми. А если хочется больше общения, находить ответы на любые вопросы, но не хочется разбираться, как регистрироваться в чате GPT, то Bing от Microsoft на телефон, в который и так встроен чат GPT. Там есть и браузер, и чат, то есть своего рода Google, но с искусственным интеллектом, с которым можно общаться, как с ассистентом. Он бесплатный, но из-за этого там есть реклама, от которой, к сожалению, нельзя избавиться. Ну и как же безумного приложения для обработки фото? Девочки, возможно, даже мальчики. Градиент. Приложение, где можно накрасить себя, заретушировать, превратить в мультяшного героя, убрать недостатки. Ну а также поиграться с друзьями, какие в тебе национальности, на кого ты похож, на какую профессию ты похож. Я, кстати, была удивлена, что я похожа на ученого. Твоя биография по фото, прогноз будущего, ну и всякая такая смутно похожая на правду информация. Но поиграться с друзьями, почему бы нет? Какое понравилось тебе больше, пиши в комментариях. Ну а у нас розыгрыш. Для того, чтобы принять участие, нужно быть для меня подписан, поставить лайк и написать, какое предложение тебе понравилось, какое ты хочешь. Я выберу победителя среди комментариев и оплачу тебе месячную подписку, чтобы ты поигрался. Ну все, пока!